В Петропавловске судебным процессом может обернуться реализация программы модернизации жилья. Строители жалуются на задержки в финансировании, а жильцы готовят иски о возмещении материального ущерба. Два года их подъезды напоминают брошенную стройплощадку, а квартиры топят после дождя. Нашего корреспондента Ольгу Витукевич заверили, что все беды закончатся уже в августе и позвали погулять по крышам родного Петропавловска. Вот так несколько раз в день мы заходим, включаем фонарик и идем, ищем и начинаем открывать с ребенком, с сумками. До новой проводки дела не дошло, как и до стен их выкрасили наполовину. То же самое с лестницами. Жильцы говорят, строители все бросили в этом доме и ушли, сославшись на отсутствие денег. Я сама не могу понять, выделили ли, если со стороны пришли, куда делись, что и как, нет. Вот за входную дверь я переживаю, и за все, чтобы дождь льется, бабушки падают. Асфальт к входу уложили заблаговременно, а само крыльцо так и не сделали, не успели установить его до сток. Теперь вода хлещет по стенам, в городе уже месяц идут дожди. Пока жильцы безуспешно ищут бросивших их строителей, бригада в пути лица работает на другой крыше. Она тоже течет. С апреля месяца нет финансирования. С мая месяца мы прекратили работу. Потому что месяц закончился, я не могу работникам зарплату выплатить. Понимаете? Из-за этого все это и идет. Почему случились перебои с финансированием, не знают ни заказчики, ни исполнители, ни городские власти. Сорваны все сроки ремонта, а Акимат заваливают жалобами. Иногда серьезными, иногда курьезными. Было недавно две жалобы после обильных осадков, что якобы крыша бежит там на стену. Мы выехали на место, установили факт, что просто в сливную систему, в трубу попал мертвый голубь. В следующем доме мы приехали, было забито тряпками. И поэтому вода просто выходила наружу. Татьяна Примак живет на девятом этаже, и голуби на ее крыше не водятся. А вот вода с потолка течет постоянно. Жильцы по очереди следят за строителями и никак не могут дождаться окончания ремонта, который идет уже два года. Вот у меня бежал с февраля месяца начался поток. В октябре они зашли к нам, вот это все льется, мы без света. На площадке мы сушили феном эти, какие, счетчики. Все затопило до самого четвертого этажа. 95 многоэтажек уже отремонтировали в Петропавловске и потратили на это больше миллиарда республиканских денег. Пока устранением поломок и недоделок, согласно договорам, занимаются подрядчики. За вещами кофорницы должны платить в рассрочку целых 7 лет. Но если до начала ремонта здесь хоть перила нормальные были, сейчас не страшно прикоснуться. Зато осталось вот это, в народе конструкция называется, козел строительный. Его здесь бросили, и сейчас в этом доме очень надеются, что за ним вернутся и доделают то, что обещали. Ольга Кюкевич, Дмитрий Руис, 7 канал, Петропавловск.